Бывший сенатор отправляется в тюрьму до конца жизни. Экс-представитель Башкирии в Совете Федерации Игорю Изместь его сегодня вынесли приговор. В списке обвинений самые тяжкие преступления, вплоть до убийств. Суд счел доказанным, что высокий пост сенатор совмещал с руководством преступной группы. Адвокаты и родственники настаивают, что в этом деле с самого начала не все так однозначно. На самое засекреченное дело последних десятилетий журналистов обычно не пускали. Но сегодня сделали исключение. Приговор. Хотя вердикт бизнесмену должны были вынести еще в мае. Тогда работала целая коллегия. В прессе писали, что присяжные собираются огласить оправдательный приговор. Но коллегию неожиданно распустили. Верховный суд постановил судить Изместиво закрытой тройкой судей. Этой историей заинтересовались журналисты New York Times, которых сложно обвинить в предвзятости. Вот что рассказала газета. Членов коллегии присяжных, которая с августа 2009 года по май 2010 рассматривала в Мосгорсуде дело Изместиво, посещали люди в штатском, представлявшиеся сотрудниками следственных органов. Они убеждали заседателей, что Изместиво нужно вынести обвинительный вердикт. К тому времени, если верить оказавшимся под давлением присяжных, коллегия уже была настроена оправдать экс-сенатора. Почему распустили присяжные заседатели в то время, как они подготовили оправдательный вердикт? Почему? Почему в наглую распустили присяжные заседатели? Я могу сказать, что это беспредел, что это заказ. В СИЗО Изместив уже 4 года. Его обвинили в организации банды, в заказе серии убийств и покушений, в том числе на сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова. Весной 2008 года предприниматели обвинили еще и в терроризме. Политическую мотивированность процесса Изместива может объяснить наличие высокопоставленных неустановленных лиц, которые постоянно фигурируют в деле. Несмотря на неоднократные попытки защиты экс-сенатора привлечь правоохранителей к поиску неизвестных, следствие не проявило к ним никакого интереса, и таинственные покровители Кингисепских остались в тени. При этом, как сообщал Форбс, в ходе процесса несколько ключевых свидетелей и один из потерпевших говорили, что именно Урал Рахимов, а не Изместив, был конечным заказчиком преступлений. Но в суду подобные заявления показались неинтересными. Игорь Владимирович уназначен наказание по свободному совершенному преступлению в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Срок отбытия наказания исчисляет 16 января 2007 года. То преступление, за которое Изместив назначено пожизненное наказание, это пресловутый 205-й терроризм, из-за которого наш подзащитный был лишен суда присяжных, права на суд присяжных. И вот именно по этой статье ему и назначено пожизненное наказание. Однако это преступление не было доказано, не было подтверждено ни одним свидетелем, ни одним доказательством в ходе всего судебного заседания. Мы представили достаточное количество доказательств, которые подтверждают вину всех подсудимых. И суд вынес обвинительный приговор по данному делу, согласившись с тем, что с нами было представлено достаточное количество доказательств. Адвокаты считают, что вина Изместива в терроризме, в соответствии с которой ему и было назначено пожизненное заключение, не доказана. В ходе судебного следствия обвинение не предъявило ни одного объективного доказательства причастности его подзащитного к инкриминируемым преступлениям. Защита с решением суда не согласна и намерена обжаловать приговор. Митинги в поддержку Игоря Изместива сейчас проходят по всей Башкирии. Около тысячи человек в 20 городах требует пересмотреть вынесенный экс-сенатору приговор. Люди возмущены. По одной простой причине, что Игорь Изместив выполняет роль стрелочника. Потому что на него свесили все обвинения, которые только можно было повесить, за преступления, которые были совершены вокруг ТЭКа. Изместив каким-то образом общался с Уралом, у него были общие дела. И он оказался жертвой вот этого размена. Место уграло, наказали его. А поскольку он не соглашался признать себя виновным, это наказание особенно жестоко. Дело бывшего представителя Башкирского парламента СМИ назвали самым засекреченным делом последних десятилетий. Журналистов на заседание не пускали. А история о том, как распустили коллегию присяжных, готовую вынести Изместиву оправдательный приговор, до сих пор полна загадок. Такое впечатление, что все хотят сделать такой некий фон, согласно которому Изместив просто не расскажет то, что он хочет рассказать. Как выводились огромные суммы средств, а именно, как приватизировался незаконно нефтяной комплекс Республики Башкирии. В чьих интересах и кто из чиновников получал деньги, а это миллиарды, а это не копейки. Поэтому что проще сделать? Закрываем процесс, убираем присяжных, а дальше сажаем его на пожизненное. До 2010 года население Республики можно было поделить на две неравные части. На довольных и недовольных властью. Первые жили, радовались и надеялись, что гарант их благополучия еще долго будет у руля. Вторые с нетерпением ждали перемен. Жаркое и засушливое лето 2010 года вошло в историю Республики эпохальным событием. Частое появление на федеральном телевидении скандальных сюжетов, в которых семью президента Башкирии обвиняли в присвоении башкирского ТЭКа и выводе части активов за рубеж указывало на то, что грядет смена власти. В июле президент Рахимов поехал в Москву жаловаться на травлю со стороны СМИ. Но в итоге сам написал заявление об отставке. Я хотел бы вам от имени российского государства выразить свою благодарность за ту огромную работу, которую вы проделали по руководству Башкортостана. Спасибо. Ну а теперь пошел вон. То, что уже бывший глава республики испытал шок, сомневаться не приходится. Он надеялся, что Москва даст ему досидеть в своем кресле до конца срока, который истекал в октябре 2011 года. И что самое важное для него поставит человека из его окружения, из ближайшего окружения. Кандидатов он уже, скорее всего, подготовил, но все рухнуло в одночасье. Массированная информационная атака со всех федеральных каналов буквально захлестнула республику. Так открыто и так жестко. О ситуации в республике не рассказывали никогда. Попытки опровергнуть информацию о том, что Урал Рахимов живет в Австрии, где по слухам и находятся 2,5 миллиарда долларов, полученные им за продажу казенного башкирского нефтепрома и энергетики, не увенчались успехом. Муртазар Рахимов на все вопросы о том, где же деньги, которые должны оставаться в республике и работать на благо ее народа, неизменно отвечал, что деньги в республике и ситуация под контролем. После развала Советского Союза и благодаря усилиям верхушки башкирского обкома КПСС, которая не хотела терять власть, этот человек, уже думавший о пенсии и внуках, вдруг стал президентом Башкирии и на 57-м году жизни сделал невероятный скачок по карьерной лестнице. Ни особых заслуг, ни достижений, ни ярких поступков. Заслуженный рационализатор РСФСР. Это, пожалуй, единственное, чем он мог козырнуть. Образовоценно выполняет возможные для меня народом обязанности президента республики Башкорстан. 8 августа 1990 года в Уфе председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин сказал ставшую знаменитой фразу «Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить». Но, похоже, Муртазар Ахимов понял ее очень дословно и, объявив суверенитет, начал строить свое государственное образование в центре России. Когда-то, до его правления, республика была на лидирующих позициях в нефтехимической отрасли, в сельском хозяйстве и машиностроении. А чем сейчас мы можем похвастаться? Да ничем. Все то, что было создано трудом нескольких поколений советских людей, уже утрачено. 17 лет, так сказать, добросовестной службы народу принесли семье бывшего президента очень неплохие дивиденды. Самым ценным по праву можно назвать топливно-энергетический комплекс или сокращенно ТЭК. Точнее, деньги от его продажи. Давайте разберемся, что такое ТЭК. Это лидеры российской экономики. Энергетический комплекс «Башкир Энерго». Четыре крупнейших в Европе нефтеперерабатывающих завода, оснащенные самым современным оборудованием. Нефтяная компания «Башнефть», а также крупнейшая сеть автозаправок «Башкирнефтепродукт». Куда входили 500 АЗС. Эти активы не были включены в список приватизации госсобственности. Однако в 2003 году, после указа президента Муртазы Рахимова, они прошли через так называемую перекрестную приватизацию. В результате акции этих предприятий, без проведения каких-либо конкурсов и аукционов, были проданы. Счастливыми обладателями такого богатства стали семь сервисных компаний, учредителями которых выступили представители трудовых коллективов, а точнее люди, близкие к сыну президента. И это, по мнению экспертов, стало первой точкой невозврата. Вот эти семь ОООшек купили многомиллиардные активы ТЭК за всего лишь 13 миллиардов рублей с рассрочкой на 10 лет. И скажу, что эти 13 миллиардов рублей, эти ОООшки выплатили всего лишь за один год. За счет доходов, которые были заработаны за счет этих же ТЭК. Это показывает как раз уровень доходности, уровень бизнеса, которыми ТЭК наш располагал на тот момент и на сегодня тоже. Реальная стоимость ТЭКа Башкирии в то время, по различным оценкам, составляла более 30 миллиардов долларов. Годовой доход только АНК Башнефть доходил до 1 миллиарда долларов. Другими словами, весь ТЭК был выкуплен за счет доходов от Башнефти. При этом сам Урал Рахимов не заплатил за него ни одной копейки. Подобного беззастенчивого расхищения государственной собственности в таких масштабах в истории России не было. Я покажу вам, как надо работать. Было постановление в Совет директоров Башнефти. А Башнефть возглавлял его в Урал. В соответствии с которым вся Башнефть внутри, все эти предприятия и организации были ликвидированы. Затем на базе этих НГДУ были созданы частные фирмы, которым были переданы в хозяйственном ведении все, что принадлежало НГДУ нефти. Таким образом, несколько, там 5-7 человек становились владельцами таких. И на этом получили большие деньги. Все это дело сведомо Рахимова. Был указ, потом было возбуждено по моему запросу, значит, возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий президентом Республики Башкортостан Рахимовым в 2003 году. Затем акции всех предприятий ТЭКО общей стоимостью 124 миллиарда рублей были пожертвованы в созданные Уралом Рахимовым 4 благотворительных фонда с названиями рек Башкирии – Урал, Юрюзань, Агидель, Инзер. А потом переданы в одноименные инвестиционные компании – Уралинвест, Юрюзаньинвест, Агидельинвест и Инзеринвест. В том же 2003 году счетная палата России провела проверку приватизации башкирского ТЭКО и признала ее незаконной. Вскрылась уникальная ситуация по хищению имущества федеральной казны, то бишь акций башкирского ТЭКО, которые последовательно выводились из федеральной собственности в частные фирмы, причем учрежденные они были начальником охраны Уралу Рахимову, секретарем Уралу Рахимову. В своем обращении к первому заместителю генерального прокурора России Бирюкову аудитор Игнатов сообщал. Должностные лица государственных органов Республики Башкортостан, не имея соответствующих полномочий, принимают решения и осуществляют иные действия в отношении объектов федеральной собственности, расположенных на территории Республики Башкортостан, что приводит к потерям федерального бюджета в следствии неперечисления доходов от приватизации объектов государственной собственности и дивидендов от деятельности акционерных обществ, пакеты акций которых отнесены к федеральной собственности. Из федеральной собственности незаконно отчуждены акции 13 предприятий топливно-энергетического комплекса на общую сумму по номинальной стоимости акций около 120 миллионов долларов США. Вся эта чехарда с передачей акций имела одну цель – любой ценой сохранить контроль семьи над башкирской нефтянкой в канун очередных выборов президента Республики. Потому как в 2003 году авторитет Муртазы Рахимова сильно пошатнулся, и победить без поддержки центра он бы не смог. Но Москве нужны были гарантии, что контроль над бывшей государственной собственностью, перешедший к структурам Урала Рахимова, будет разделен с федеральным правительством. Муртазар Рахимов согласился на эти условия, но вновь став президентом, не спешил выполнять договоренности. Тогда Москва пустила в ход многомиллиардные налоговые претензии и арбитражные суды. Данная сделка была признана и оспаривалась федеральной налоговой службой как противоречащая нормам бизнеса. Сначала арбитражные суды удовлетворили все иски налоговиков, признав сделки безнравственными и незаконными. Вот один пример. В поре налоговых органов и благотворительного фонда Юрюзань суд пришел к такому выводу. Из материалов судебного заседания арбитражного суда города Москвы от 18 января 2007 года. Суд считает, что в части запрета благотворительному фонду Юрюзань совершать действия, направленные на отчуждение доли в размере 100% уставного капитала ООО Юрюзань Инвест, ходатайство Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России подлежит удовлетворению, так как заявитель обосновал, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения. Но затем неожиданно налоговая служба отозвала свои требования, тем самым сняв преграды на пути перевода активов ТЭКа в благотворительные фонды. А далее, как мы помним, в созданные Уралом Рахимовым инвестиционные компании. Из материалов судебного заседания Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 февраля 2009 года. 12 января 2009 года Федеральный арбитражный суд Московского округа поступило заявление Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России номер один по крупнейшим налогоплательщикам о возобновлении производства по касационным жалобам и письменное ходатайство об отказе от иска. В части 5 статьи 49 Административно-процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено право арбитражного суда не принимать отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. Рассмотрев ходатайство Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России номер один по крупнейшим налогоплательщикам, суд касационной инстанции считает его подлежащим удовлетворению, поскольку отказ Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России номер один по крупнейшим налогоплательщикам от иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц. Следует особо отметить, что руководство арбитражного суда России сыграло в этом деле особую роль. 10 апреля 2008 года Пленум арбитражного суда принял постановление за номером 22, согласно которому налоговые службы не имели права предъявлять претензии в подобных случаях. Из постановления Пленума высшего арбитражного суда Российской Федерации от 10 апреля 2008 года номер 22. Требование налогового органа о применении предусмотренных статьей 169 кодекса о последствии недействительности сделки, обосновываемое тем, что данная сделка совершена с целью уклонения от уплаты налогов, выходит за рамки полномочий налогового органа, так как взыскание в доход Российской Федерации всего полученного, причитавшегося по сделке, не является мерой, направленной на обеспечение поступлению в бюджет налогов. Есть все основания предположить, что это постановление было вынесено под конкретное арбитражное дело, где решалась судьба акций башкирской нефтянки. Ведь именно это решение позволило Уралу Рахимову оформить продажу нефтеперерабатывающих заводов Башнефти, Башкир Энерго и других компаний ТЭКа всего лишь за 2 миллиарда долларов. Это был первый в России прецедент, когда государственный орган, выиграв суды, отказался отступивших законную силу судебных решений, позволявших перевести в бюджет республики 124 миллиарда рублей, то есть добровольно отрекся от собственности, которая при продаже через аукционы могла принести в бюджет сотни миллиардов рублей. В 2009 году все акции, находящиеся в четырех инвестиционных ООО «Уралинвест», «Юризанинвест», «Агидельинвест» и «Инзеринвест» за 2,5 миллиарда долларов были проданы АФК-система. При этом реально перечислили только 2 миллиарда долларов. Деньги эти осели на депозитах в банках. Обратно в благотворительные фонды они не были переведены, так как они являлись уже собственностью этих инвестиционных ООО, а не благотворительных фондов. Остался открытым вопрос, а куда же делись 500 миллионов долларов? Может быть они ушли на карманные расходы сыну бывшего президента? Я могу сказать, что цифра, конечно, ни в коей мере не 2 миллиарда долларов. Эта цифра значительно более 10 миллиардов долларов. Это первое. Второе. Вы не забывайте о той финансо-хозяйственной деятельности, которая в определенных 10 лет происходила. И плюс тех результатов, которые были не видны. Это тоже суммы, которые исчисляются миллиардами долларов. На самом деле, ущерб, который принесла нас сегодняшняя республика, они исчисляются суммами гораздо большими, чем 10 миллиардов долларов. Гарантно больше. Официально, так сказать, республике у меня выйдет 60 миллиардов рублей. Но подчеркиваю, это, в общем-то, совершенно незначительная сумма, которая, в моем понимании, как бы оставлена для того, чтобы люди видели, что да, действительно, какой-то расчет произошел. Как специалист я в свое время представлял иностранную фирму в республике Башкорстан и имел непосредственные контакты с Уралом. Я могу сказать, что какой он инженер, затрудняюсь ответить, но в общении и в переговорах он был очень критичным, деспотичным. И существовало только два мнения. Его правильные и чужое неправильные. Поэтому все решения, которые принимал на тот момент Урал Рахимов, они были авторитарные. И ни с чем мнением он не соглашался. Должен сказать, что и мнение отца, как президента, он тоже не уважал. Отец вынужден был, наверное, мириться с таким положением дела, потому что это его сын, причем единственный сын. Уже после отставки первого президента в июле 2010 года, его сын Урал Рахимов спешно свел все деньги от продажи ТЭКа в один благотворительный фонд. Процедура оказалась сложной, но папочка не оставил сыночка в беде. В итоге Урал получил возможность распоряжаться этими средствами, так как стал единственным учредителем благотворительного фонда своего имени Урал. Ну а жители республики остались с носом. То, что это воровская схема, для меня это очевидно, когда у меня на руках находятся бумаги, то есть документы. АФК-система перечислила суммы, ну там в равных долях, там по 16 миллиардов. Вот у меня вот не государство перечислено, а какой-то ОООшке, которая в свою очередь перечислила деньги в благотворительный фонд. То есть где здесь государство? То есть для чего это было сделано? Ну, во-первых, чтобы уйти от налогов, это элементарно. Ну и второе, чтобы придать видимость законности этой сделке. С экранов телевизоров жители республики узнавали о том, как хорошо они живут. Это была неотъемлемая часть саморекламы власти. В этих видеоотсчетах подробно рассказывалось о достижениях в различных отраслях. Парадоксально, но в республике, где ее хозяин распродал практически 90% всех промышленных ресурсов, у людей искусственно создавалось впечатление социального благополучия. Сегодня бывшему президенту 80. И теперь сфера его деятельности – благотворительность. От большого нефтяного пирога он отщипывает жалкие крохи и с гордостью считает, что творит благое дело. А что ему ответить на ставший уже камнем преткновения вопрос – а где деньги от проданной нефтянки? Куда девал? Сокровища! Мало кто знает, что в этом скромном здании без вывесок и указателей располагается крупнейший в России благотворительный фонд «Урал». Его руководитель в своих выступлениях не устает повторять, что к нему на прием может записаться любой желающий. Однако, на поверку это далеко не так. Найдите, пожалуйста, где-нибудь один благотворительный фонд, равный этому. Не найдете. Пусть в течение года потратим 2 миллиарда. Это процент от этой суммы – 69. Якобы на благотворительность, на самом деле, на содержание хоккейного клуба «Салават Юлаев». Из интервью Муртазы Рахимова. Февраль 2013 года. К вопросу выделения денег из фонда мы подходим очень серьезно, тщательно изучаем ситуацию, взвешиваем все «за» и «против». Вижу, что делаем по-настоящему благое дело, и люди нуждаются в нашей помощи. Счастлив, что могу помогать людям. Если бы не было нашего фонда, не было бы в республике ни хоккея, ни массового волейбола, ни мотогонок, ни сотен вылеченных больных. Звучит угрожающе. Однако продолжим. В 2010 году председатель счетной палаты России Сергей Степашин проводил серьезную проверку. И результаты его очень удивили и огорчили. По словам Сергея Степашина, проверка башнефти и нефтехимических предприятий республики показала, что бюджет из-за снижения налогооблагаемой базы недополучил налогов, а республика утратила контроль над собственностью. К тому же, оказывается, республиканская казна задолжала строителям 30 миллиардов рублей. Возведение этой соборной мечети в Уфе до недавнего времени шло на средства благотворительного фонда «Урал». Но похоже, что со строителями опять не рассчитаются. И еще. А знают ли будущие прихожане, что это самое большое культовое сооружение в Поволжье? И строилось оно на наши с вами деньги. А точнее, на деньги от незаконно проданной башкирской нефтянки. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Сегодня один из самых богатейших людей в мире, наш с вами соотечественник Урал Рахимов, живет в роскошных австрийских апартаментах. По нашим сведениям, в этом отеле, почти что дворце, он снимает сразу этаж, 4 номера. А номера здесь непростые. Стоимость проживания в них колеблется от 6 до 10 тысяч евро в сутки. За апартаменты он платит по максимуму, чего там мелочиться. Так что несложные математические расчеты показывают, что ежедневно сынок бывшего президента только за ночлег платит 2 миллиона рублей. А сколько это будет в год? 730 миллионов в год. А живет он за бугром уже 5 лет. Тогда эта сумма будет равна 3 миллиардам 650 миллионам рублей. И это, я повторяю, только за ночлег. К тому же еженедельно с родной земли к нему в Вену отправляется группа обслуживающих персонала. Среди них повар, цирюльник, водитель, охрана, ну и так далее. Так что живет Урал на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая. В 2010 году в списках журнала Forbes он занимал 54 место. А в 2012 уже 185. Похоже, что поиздержался Уралка. Валентин Никитин считает, что к заграничной жизни Урал Рахимов готовился задолго до приватизации ТЭКа. И деньги, которые остались в республике в рамках благотворительного фонда Урал, это всего лишь ширма, чтобы скрыть основные деньги, которые ушли в Европу намного раньше. Деньги-то ведь ушли, я извиняюсь, Уралу многие. И он там сегодня пользуется. Куда он их перевел? Это надо выявлять. Для этого и идет следствие. У нас же было открыто в Ашнефти специальное представительство в Австрии. Помните же, такое было. Сколько денег туда было, вроде как для нужды и так далее переведено. На самом-то деле все это переведено было и в Урал. Фонд Урал это же на самом-то деле мизер. По сравнению с объемом реально денег, которые ушли. 60 миллиардов рублей, это 2 миллиарда долларов. Да, конечно, весло на то много с точки зрения нормального человека, который какой-то... Но с точки зрения всех событий и всех операций, которые происходили с Башкишком ТЭКом, это мизер. Похоже, что сей источник еще долго не иссякнет. Но есть еще один благотворительный источник, которым сегодня распоряжается бывший президент, делая вид, что творит добро. У всех виды изменились, все боятся стали. Надо же соединять, надо же работать. Надо спасибо сказать, это дополнительно к тому, что дает, скажем, ТЭК, как он давал налогу, платил, так и платят же дополнительно появились. Это же большие суммы. Нет нигде, не в России. Как мне Шамеев говорит, я говорю, укажу татарин рубль, прошу, да, а у тебя полно как денег. Когда я недавно слышу из средств массовой информации, что Рахимов выступил с некой серьезной критикой существующего сегодняшнего президента, о том, что обвиняя его во всех грехах, он единственное не сказал о том, что первопричиной является его поступок по реализации за бесценок тех активов, ТЭК, которых сегодня очень не хватает бюджета республики. Можно ли достать или нельзя? Безусловно, можно. Можно ли, так сказать, на сегодняшний день компенсировать тот ущерб, который нанесен? Во многом можно. Безусловно, не полностью. Но во многом можно. И эта цифра значительно превышает цифру 60 миллиардов рублей. Конечно, не только можно, но и нужно вернуть. Сегодня, как говорится, процесс пошел. В Урал уже подключились Следственный комитет и Генеральная прокуратура России. Арестованы счета благотворительного фонда Урал. Объявлен в международный розыск сын бывшего президента Урал-Рахимов. Сидит под домашним арестом господин Евтушенков, который до сего времени почему-то считался добросовестным приобретателем башкирской нефтянки. Но теперь следователи задаются вопросом, как ему удалось легализовать краденное государственное имущество. Ну, давайте правду будем говорить. Кто такой Евтушенков? Друг Лужков. Кто такой Лужков? Друг Рахимова. Они еще существовали вместе. И Евтушенков, и Рахимов было выгодно продать. И продавали. А то ведь самое выгодное было, на тебе вот за 2,5 миллиарда, это, как говорится, быстрее продам. Эту программу к показу мы готовили достаточно долго. И при наличии большого количества фактического материала и документов столкнулись с тем, что многие люди отказывались говорить со мной на эту тему из боязни за свою жизнь или карьеру. Похоже, что вся эта мутная история с приватизацией башкирского ТЭКа просто пропитана страхом. Но, к счастью, времена меняются. Несколько минут назад арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России к АФК «Система» о возвращении государству акций «Башнефти». Теперь активы нефтяной компании переведены на счет Росимущества. Правозащитница Алексеева обратилась к президенту помиловать изместиво. Слушайте, столько убийств. И ей кажется, старушке, нет, он, наверное, не виноват. Я его в глаза не видела. Вот просто ей кажется. 90 лет, я не уверен, что что-то может уже казаться. Продолжение следует...